В Латвии, в одном из посёлков возле моря, Бигаун-Семсе, уже год открыт ресторан Шо. Здесь подают в том числе традиционные украинские блюда – борщ, деруны, зразы, вареники. Готовят их сами украинцы, бежавшие от войны. Костяк – команда из печально известного треугольника. Лисичанск, Севердонецк, Рубежное. Это оккупированные Россией города Луганской области. До полномасштабного вторжения сотрудники ресторана не были связаны с кухней и ресторанным бизнесом. Работали в одной компании, занимались продажей строительных материалов. Дмитрий до февраля 2022 в Украине отвечал за связи с общественностью. В Латвии стал барменом. Ольга в Украине была директором колл-центра, руководителем по маркетингу в Латвии, шеф холодного цеха. Наш первый шеф-повар, он говорит, так, ну кто из вас чего умеет? Вот если я тебе скажу, там борщ сварить, ты сваришь? Говорю, ну сварю. А если я тебе скажу, голубцы, приготовить? Приготовишь? Ну, говорю, приготовлен. Чтобы открыть ресторан, скидывались всем коллективом. В общий котел летело все. Сбережения, пособия от латвийского государства, пожертвования от простых людей. В этом здании и раньше находилось придорожное кафе, но оно не пережило ковидные времена, закрылось. Многое поменяли. Теперь здесь островок Украины, говорит Дмитрий. Мы привезли с собой кусочек украинского Донбасса, будем говорить так. Дмитрий дважды переселенец. Первый раз он с семьей оставил свой дом в 2014-м, когда в Луганской и Донецкой областях начались боевые действия. Но тогда это было переселение внутри Украины. Теперь снова переезд, но уже далеко от родины. Заодно приходится осваивать новую, но все равно близкую сферу. Это работа с людьми, которая и раньше была моей работой. Если раньше я работал с ними словом, то сейчас я общаюсь с ними через любовь, которую я вкладываю в свой кофе, чай, коктейли и напиток. Мы снимаем репортаж в будний день. Несмотря на достаточно раннее время, ресторан наполняется посетителями. Самое популярное блюдо, которое заказывают, это борщ. У меня есть друг в Латвии. Она сейчас работает в Японии и дала нам рекомендации, что посетить в Латвии, где поесть. Еда очень вкусная. Это что-то новое для меня. Какие-то блюда мы едим в Бельгии зимой. И в том числе поддержать украинских людей. В начале лета ресторан отметил свою первую годовщину. И это уже достижение. Ресторанный бизнес на берегу моря привязан к туристическому сезону. На зиму многие кафе сокращают рабочие дни, а то и вовсе временно закрываются. К тому же зима была непростой. Цены росли на энергоресурсы и продукты питания. Но ресторан-шоп, по словам работников, не закрывался ни на один день. Это место стало семейным, потому что к нам с детьми, к нам с домашними питомцами, к нам с родителями. Я вот буквально вчера оценивала нашу ситуацию. Я после работы вернулась домой. Говорю маме, ну вот все. У нас уже праздновали первый год ребенку. У нас сделали предложение. И вчера у нас была свадьба. Говорю, класс. Вот такое ощущение вообще, говорю, классное. Но все равно признаются новые рестораторы все мысли о доме. У Ольги самого дома не осталось. Здание уничтожено. Но Ольга не сомневается. Она обязательно вернется в Украину. Если я не буду жить надеждой о возвращении домой, я сойду с ума. Диана Озулыня, Отто Айлс. Настоящее время. Балтия.